Вешает людей. Вешает. Кто будет у руля вот в данном случае? Нам нужно, так сказать, самим вступить на эту лестницу эскалации. Они понимают, что мы врежем? Привет, друзья! Я Григорий Герман. К сожалению, ребят, нам с вами стоит откровенно признать, что деградация современной России достигает такого уровня, что даже исконная сфера деятельности творчески одаренных людей в России испытывает не самые лучшие времена. Нет более на России ни Божова, ни Чуковского, ни Носова. Не знаю, хоть пруд-пруди в каждой пропагандонской студии их хватает, а вот сказочника в настоящих хороших нет. Быть может, потому что сказки, они пусть иногда и не в самой такой детской форме, но тем не менее учат детей разумному, доброму и вечному. А о чем разумном и добром мы можем говорить, когда вспоминаем современную Россию? Ну серьезно! Там разумное и доброе не выживает, а в вечность эти времена войдут, как пример самых темных и позорных периодов в российской истории. Да и цели у нынешних сказочников несколько иные. Обмануть, навалить, намахать, то есть создать все условия для выращивания Homo racisticus, существа одновременно напуганного и чрезвычайно агрессивного. Ради вот таких вот гомункулусов и пишутся современные пропагандонские сказки, которыми каждый день огромной расписной деревянной ложки, под хохламу, кормят зрителей федеральных каналов. И вот сегодня мы устроим смотр и прослушивание самых лучших, плохих пропагандистских сказок прошлой недели. Тут у нас и кот Баюн, и страшные рассказки Ханенко, девочка-девочка, твоё вето в совбезе уже отменяют, девочка-девочка, тебе вахмурки. И сказка про аналоговнетный меч-кладенец, летящий в космос, рубать натовские спутники. И, конечно, кровожадный Бармалей. Внимать этим и другим сказкам мы будем вместе с Игорем Рейтеровичем, а всё вместе это лучшая пропагандонская пятёрка. Поехали. Так, ну на пятом месте в нашем рейтинге вот классический кот Баюн. Пухлый, пушистый, даже в очках, что должно символизировать мудрость животного. Сидоров Баюн, как и положено сказочному коту, сидит на золотой цепи и иногда проходит по студии налево, песнь заводит о непременной победе России по причине хронического загнивания Запада и его элит, а потом идёт направо и сказку говорит о том, как на Западе Россиюшку боятся, как переживают, и как бы уже давно признали её вечное право творить всё, что она захочет. Вот только злобные политики не пускают. А Россиюшка-то терпеливая. Вот дождёмся, когда этих плохих политиков сменят другие, хорошие. И тогда заживём-то, братишки. А если не сменят, тогда врежем. Они понимают, что мы врежем? Они этого боятся. Это точно. Боятся просто американский эстеблишмент, он фрагментирован. Этого не боятся политики, скажем, но боятся военные. Вот если, так сказать, что там перевесит, кто будет у руля вот в данном случае. Вообще, это древняя русская, российская пропагандонская сказочка о том, что их боятся. В данном случае, знаешь, мне ещё что прикольное? Насколько я могу наблюдать, то американские военные как раз вообще нихрена не боятся. Они как раз вообще говорят, да, давай, отлично. Они нихрена не смогут, потому что у американских военных компьютерные снимки, данные разведки и всё остальное. А вот политики типа ещё как-то вот сомневаются. Да и то, страшно это не назовёшь. Слушай, я тебе больше скажу, ладно, американские военные, но меня поразила до глубины души, реально, реакция эстонской армии, которая сказала, мы планы превентивного удара прорабатываем. Если они полезут, мы их сначала долбанём на их территории, а потом 10 дней будем переламывать тут, пока к нам подойдёт подмога как бы с НАТО. Эстония, маленькая страна, там, не знаю, размер, размер как там большой район Киева, население, соответственно, как в Киеве. При этом как бы абсолютно спокойно, понимая, с кем они будут иметь дело, разрабатывают план превентивного уничтожения на территории Российской Федерации. Поэтому, да, это всё действительно какие-то сказки. У политиков есть определённые опасения. Эти опасения связаны в основном с какими-то мифами, которые ещё во времена Холодной войны были, собственно говоря, созданы. А реальное состояние российских вооружённых сил стратегического назначения характеризуется двумя вещами. Последним испытанием ракеты «Сармат», которая ставила воронку в 60 квадратных метров, и документами Совета так называемой национальной безопасности, так называемой Российской Федерации, где написано, что в 23-м году у них в готовом состоянии 14% ядерного оружия. Потом, правда, сказали, ошибочка вышла, 9%. Ошиблись на пятерик. То есть, видно, кто-то там где-то накрутил. 9% — да, у них боеголовок дофига, но, в принципе, в каком они там состоянии, вообще непонятно. Американские военные, кстати, недавно сказали, что по пессимистическому сценарию они минимум 75% всего, что будут лететь, собьют ещё во время нахождения на территории Российской Федерации. Это минимум, да? А сколько там заревётся в шахтах, а сколько упадёт им на головы. Поэтому не надо играть в такие игры, потому что кто-то захочет смоделировать ситуацию и показать, как это будет на самом деле. На четвёртом месте у нас страшная сказка. То есть сюжет, который, по идее, должен заставить содрогнуться детей глубинных российских патриотов. Но вот в западной сказочной традиции этим увлекались братья Грин, там помните, старушка, лес, печка, лопата, волк, сжирающий бабушку. Вот это вот всё. В современной российской пропагандонской сказочной реальности этим занимаются все, кому не попадя. Кто-то более кровавый, как Соловушка, кто-то менее, как Хащенко. Первый ядрёными бомбами разбрасывается и весь мир ядерным пеплом засыпает, а второй по Лайтовии такой. Всего-то же выписует ужасы, которые ждут Россиюшку, если её лишат права вета в совбезе ООН. Что? А, в смысле, не если, а когда, точно, да. Не если лишат, а когда её лишат права вета в совбезе ООН. Кстати. А ведь это очень напоминает эпизод со смертью Кащеевой. Там заяц с фаршированной уткой, фаршированной яйцами, фаршированными иглами. И тогда получается, что смерть Владимира Владимировича Кащея в ООН. Если нет права вета, а не просто напросто, через совбезе ООН, большинство голосов принимают самые страшные санкции против России. И весь мир обязан эти санкции выполнять. Это совершенно другого рода. Как сейчас, наверное, весь мир выполняет санкции ООН? Это сейчас санкции ООН. Господи, супердержава, которая держится за право вета, да. И супер страшные санкции от ООН. Самой куколдистской, самой бессмысленной и бесполезной организации в мире. Они даже этого боятся. Ну, они боятся всего этого. Почему? Потому что это действует на самом деле. Если бы это так не действовало и было действительно им по барабану, как они про это говорят, я думаю, они бы тогда бы себя по-другому вели. Но поскольку они понимают, что последствия есть, ну, они хватаются за то, что опять-таки, ну, это же характерно для России, что им не принадлежит и к чему они не имеют никакого отношения. Опять-таки, место в ООН получили за счет Советского Союза. И сидят там, радуются, хватаются за это право вета. И, кстати, понимают, что рано или поздно, ну, придет конец этому. Он, как бы у них представитель, выступал вместе с еще клубом стран-изгоев. Не надо вот этот план принимать, реформирование, вообще вот это все как бы неправильно. Что это за какое-то стабильное развитие человечества? Ничего мы этого не хотим. Конечно, не хотите, потому что ваше место будет, как говорили в известном фильме, у Параши. И вы это место, что самое интересное, вы его сами для себя определили. То есть вас никто туда не выдвигал. Вам наоборот, как это шутят, говорят, что Россия категорически отказывалась стоять на колени, на которые их ставили западные страны, и опять падала лицом в грязь и захлебывалась в нечистотах. То есть хотя бы уже поднять как-то с грязи, да? Так что в этом плане им надо откричать. Они как бы откричали, но на самом деле лицо Небиулиной почему-то не сильно веселое. И она почему-то про недействующие санкции не говорит. Только с каждым разом поднимает ставочку и рассказывает, что фонд, в котором было порядка 160 или 170 миллиардов, сократился уже в 4 раза. В 4 раза. И это еще год не закончился. Они уже в начале 2025 года выйдут в ноль. И вот тогда никаких денег и ничего остального просто уже не будет. Тем более, что ситуация на рынках нефти для них как-то не очень позитивно складывается. И вряд ли будет дальше складываться позитивно. Дальше у нас на третьем месте одна из самых любимых сказок современной российской пропаганды. Хотя... Че это я? Это в принципе одна из самых любимых сказок. Нет, это один из самых любимых сюжетов в российском фольклоре. Когда Иван-то дурак, но волею субдик к нему в руки попадает сказочный девайс какой-то. И все, уже не дурак и жизнь удалась. Сапоги-скороходы, скатерть-самобранка, печь, на которой можно ездить куда захочешь. Че там еще в российском фольклоре было, а? А, ну да, всякие там мечи-кладенцы там. Арматушка-сарматушка-посейдонушка. Из той же оперы. Сказ о том, как Иван лежал на печи, а нефтяная скатерть-самобранка сама ему разносолы подкидывала, а потом встретил волшебную рыбу и хоп в руках у дурака меч-кладенец, который сам врагов крошит, и даже в космосе превращая в обломки спутниковую группировку США. И не спрашивайте, что по этому поводу думает Китай. У российских сказочников с того момента, как они поняли, что демилитаризация Украины происходит несколько наоборот, перманентное состояние, весь мир в труху, так не доставайся же ты никому, Эдишн. И в этом состоянии российские глубинарии готов языком и горы двигать, и мебель в пространстве перемещать. Ну, как минимум один стол они таки перевернули. Между прочим, стартовый стол на полигоне в Плесецке. Был стол, стал вормхолл. If you know what I mean. Я вообще насчет ядерного оружия, я считаю, нам вообще нужно немножечко, знаете, как говорят в казино, перевернуть стол. Все время они идут по лестнице эскалации и ждут, как бы мы ответим. Нам нужно, так сказать, самим вступить на эту лестницу эскалации. Прежде чем мы будем говорить о тактическом ядерном оружии, у нас и то, что вот Сергей Викторович говорит, я понимаю, о чем он говорит. У нас есть средства, которые мы можем применить и до смерти испугать американцев. Речь идет, прежде всего, о противоспутниковом оружии. Ой, боже, любимая, любимая тема, противоспутниковое оружие. Это значит, когда на лестнице эскалации ты уже на самом верху, лестница трещит, падает, шатается. Вообще, в принципе, очень стрёмно ты начинаешь хвататься за спасительную соломинку. Несмотря на то, насколько она эфемерная. Ну, это вообще смешная очень история, по одной простой причине. Когда человек говорит, давайте как казино перевернем стол, он забывает дополнить, что, как правило, таких людей потом охрана казино выводит. И там где-то в подводне. Ладно, если ногами они там побьют. Это такое, да? Но, как правило, эти люди заканчивают потом в тюрьме, потому что они занимаются теми вещами, которые в приличном обществе вообще-то запрещены. Поэтому вот это все рассказы про перевернуть стол и про тело какое-то спутниковое оружие. Ну, они вот думают, что это конец 20 века. Их же когда-то развели просто, система звездной войны, да, которую Рейган придумал, которая потом по факту не оказалась. Но это так повлияло на Союз, что он как бы загнулся. Они вот думают, этот трюк повторит. Но, блин, мы живем в 21 веке, ребята, все прекрасно знают, что где есть в космосе. Максимум, что они могут в космосе сейчас делать, это своими спутниками, это ранние западные спутники. Ну, вот это в одной компьютерной игре стратегической про отдаленное будущее, там, правда, Советский Союз остается, одна ультимативная способность Советского Союза, это, на секундочку, падение станции Мир на какую-то территорию в качестве какого-то удара. То есть мы уже завалим, что у нас как бы есть, вот с космоса вот эту штуку скинем как бы на землю. Вот это похожая история. Они, значит, это будут спутниками пытаться сбить другие спутники. Проблема в том, что у запада этих спутников хоть одним местом жуль, да, их запускают нон-стоп просто. А в России это прям эпохальное событие, когда они какой-то спутник куда-то там... И тут же есть, понимаешь, тут же есть, смотри, еще одна достаточно интересная штука, заключается она в том, что космос, это же не океан. Типа ты в океане что-то уничтожил, оно опустилось на дно и никому не мешает. Обломки уничтоженных американских спутников внесут такой хаос, что в этом хаосе сгорят и китайские спутники, и российские спутники. Там же куча спутников, они являются совместными. То есть, грубо говоря, спутник американский, а на нем стоят какие-то модули южнокорейские, японские, арабские. Они ставят там реально какие-то там Саудовская Аравия. Это же коммерческая история. Вот Украина, кстати, так делала. Мы когда запускали спутники, наши ракетоносители... Выполняют задачи для многих государств. Да, 10 стран ставят свои модули. Какая-то там условная Аль-Жазира и там, не знаю, ICTV с Украины, да, или какой-то другой канал. То есть, они все совмещены. Россияне этого просто как бы не понимают. И поэтому вот эта история, на которой сами китайцы вот так вот крутят, говорят, а вы будете там как определять? Типа по расовым каким-то признакам какой-то? Ну, короче, все ясно. Спасибо огромное, сказочка прекрасная. Зашла. На втором месте реально персонаж настолько мультяшный и сказочный, что прям вот возникают сомнения, а не выдумал ли его, скажем, до корней Иван Чуковский. В каком-то из неопубликованных блокнотов он записал такие наметки на сказочного, ну, пусть будет злодея, да. А потомки его нашли и реализовали. В результате получился Гурулев. Как и положено сказочному злодею, он комичен прям до гротеска. А еще он пытается угрожать окружающим. Типа, принесите-ка мне звери своих детушек, я сегодня их за ужином скушаю. В гротескности добавляет тот факт, что все это и про ужин, и про мосты через Днепр, и все вот это вот все, мы все уже слышали. И год назад, и два года назад. Так бывает в театрах юного зрителя, когда приходишь на один и тот же спектакль. Это больная мозоль, Владимир Владимирович, про которую мы говорим. Почему не уничтожили все управление Украины? Мы это можем сделать? Конечно. Можем. Дезорганизацию управления страна стала, все. Вот, наверное, с этого. Но это уже, это очень радикальные меры. Радикальные в чем? Они радикальные будут в том, чтобы положить, накрыть медно-тазом всю систему управления страной. И все на этом, по большому счету. А дальше, мне говорят, мы положим энергосистему. Положим энергосистему. У нас получается. Мы положим мосты, но ждем с нетерпением. Особенно эти мосты днепровские, когда они положатся, честно говоря. Можем? Ну, можем же. Конечно. Можем. Ждем, когда положим днепровские мосты. Мы ждем что? Когда все останутся без воды, без канализации. Вообще страна колом, когда встанет, вот этого сильно ждем. Мы можем, что ли? Можем. А что вы можете? Ждать вы можете? Мы ждем, когда складутся сами. Можем ждем. А если вы можете, что вы не делаете, ребята? Ну, проблема. Что вот это третий год рассказывать удары по центрам принятия решений? Удары по центрам принятия решений. Но мы только что-то видим видео внутри ваших центров принятия решений, от которого вы потом стремаетесь. А как это вообще крот какой-то пролез и что там делает? Или наши воины в Курской области в центрах принятия решений снимают видосики, как они там захватили эти пункты и говорят, о, нормально тут, типа, поживем, как бы обживемся. Переделаем, конечно, потому что ремонтик такой себе. У нас, в принципе, ребята, особенно Закарпатья лучше делают, поэтому, в принципе, можно тут как-то обновить это все. Ну, опять-таки, это пугалка. Если бы они действительно могли что-то такое сделать, я думаю, что они бы это, конечно, сделали, потому что, ну, тогда нету логики в том, что происходит. У них возможностей нету, и за два с половиной года войны, кстати, один раз недавно какой-то обломок шахеда там долетел до Верховной Рады. И то, я так понимаю, это его просто где-то сбили там за километра два, и он по касательной туда куда-то пролетел. Ну, это чисто вот так банально, если мы берем классический парламент или там кабинета министров. Хотя пробовали бить и попробовали бить. Пробовали, пробовали бить. Это все было. Было особенно даже в начале войны, когда объект на Украине было меньше возможностей, меньше возможностей. У нас не было еще такого количества оружия, которое нам, значит, помогли наши партнеры. У них это тогда даже не получалось. Ну, так о чем же речь может идти сейчас? То есть, если бы у них такое желание и возможность была, они бы, конечно, это сделали. А так, получается, только есть бессильная злоба и рассказы о том, ну, мы могем, но мы типа не могем. Да, да, типа не хотим. Ну, а на первом месте нашего рейтинга пропагандистских сказок к сожалению, вообще не сказка. А самая шесть историческая быль, которая пока обличена в форму спича одного из уважаемых и очень высокопрофессиональных городских сумасшедших. Ну, а как вы думали, профессиональные нищие в этом мире есть, а профессиональных городских сумасшедших нет? Хипщики. Есть, конечно же. И конвенция у них есть, как у детей лейтенанта Шмидта из Золотого Теленка. Территория пропагандистских студий поделена, чтобы не смущать глубинариев. Сумасшедшая богомолка. Сразу же поняли, о ком речь, да? Малахольный сливной бачок. Тоже вопросом не возникает. Так, кровожадный психопат. Правильно, кто у нас еще любит пройтись ядерным катком по ненавистным европейским столицам, но так, чтобы окрестности озера Кома не зацепило? Вот только когда он грозит всему цивилизованному миру ржавой юлдой с характерной пиктограммой, все вокруг понимают, что он просто бредит. А вот когда он призывает расстреливать предателей, вешать предателей, ну или тех, кого он считает предателем, это, ребята, уже не бред, это уже плавно. Потому что до Запада они дотянуться не смогут, а вот до своих вполне. Тихо, спокойно, все эти сетки надо отрабатывать и вешать людей. Вешать. За атериалистическую деятельность на территории Российской Федерации нам необходимо перенять опыт в Раско-Белоруссии, с которой мы находимся в Союзном Государстве, где никто смертную казнь за такого рода преступления, себя правильно поменяю, не отменял. Попытка развязать рельсовую войну на территории Белоруссии была в зарудыше пересечена именно такими жесточайшими мерами. И нормально получилось. Ой, господи, вешатели мамкины. Я даже не знаю, как тут прокомментировать, потому что, с одной стороны, это смешно наблюдать за вот этими всеми потугами и за всеми этими угрозами, а с другой стороны, ты же понимаешь, что в конце концов, они же в конце концов к этому придут, к сожалению. Ну, они придут, но они вешать-то будут своих, вот в чем дело. Да, да, конечно. Да, вы там, да. Ну, что я могу здесь сказать? Я не сильно там люблю попкорн, но ради такого случая, наверное, придется запастись и за этим смотреть. Если сама страна, люди, которые там живут, там же остается какое-то количество адекватных людей, не понимают, что это закончится просто потом внутренними процессами, с чего начал Гитлер, да? Он же в 44-м году вешал уже своих массово. Писали у них на груди таблички там предатели, потом... Слушай, вот эта вот ночь длинных ножей имеется в виду... Не-не, он с этого начал, да? Но это было как бы, ночь длинных ножей, это еще было в позасудебный способ. Да. На России такое, кстати, тоже было. Помним Дагестан, Дагестан, искали у кого, чего там делали и так далее. Но закончил, он типа, там же был судья, который выносил эти решения официально. И, кстати, правительство уже Федеративной Республики Германии только эти решения отменило аж в 70-х годах. Они забыли их отменить, как бы, да? Они были считались официальными. На России к этому придут. И вот это надо уже даже не вот этим кто-то обсуждает, потому что они же надеются, что их вешать не будут, да? Думать тем, кто реально может в это попасть. Туда попадет кто угодно, кто хотя бы на йоту отойдет от того курса, который они пытаются заложить в своей стране. Ну, фух. Теперь мы с вами с полным правом можем авторитетно заявить, что мы тут были. Только не надо вот сейчас на подоконниках выцарапывать. Тут был. Мы же с вами интеллигентные люди, да? Что мы тут были, что мы тут мед, пиво пили, и что нам по усам текло, а в мозг, слава богу, не попало. А то были бы мы с вами, как глубинарии из верхнего сучка, взгляда отсутствующий, мозг не работающий. Ну, а так как, я надеюсь, у нас все несколько лучше, чем я писал, до следующей недели и следующего топа лучшая пропагандистская пятерка. Парабабабабабабабабабам.